Это микрорайон второй кирпичный. Столбы пыли здесь нормальное явление. Местные жители сетуют на отсутствие асфальта внутри микрорайона. Единственная грейдерная и та разбита большегрузами. Жители винят рядом расположенный завод по производству железобетонных конструкций. Эти камазы ездят, они раздолбали нам всю дорогу. Пылища стоит невозможное, не белье повешать. В огородах ничего люди посадить не могут, потому что это все покрывается таким слоем пыли. Ужас. У них есть через полевую, они могут спокойно ездить. Туда у них есть на полевую дорогу и можно сделать и выехать прямо через Шанхай и туда выезжают. Они, во-первых, носятся, как сумасшедшие. Дети со школы идут, они все грязью их обливают. Во втором Кирпичном проживает порядка 120 семей. В каждой есть дети. Они учатся либо в школе номер 14 Шанхай, либо в 12 микрорайона Привокзальне. Школьный автобус не предусмотрен. Общественный транспорт сюда заходит трижды в день, говорят жители. Потому у детей и взрослых есть три варианта – уехать раньше времени или наоборот опоздать – такси либо пешком. Помимо всего, не дают покоя зловонный запах и горы мусора. Мусор у нас выбирается очень редко. Здесь обегают дети, играют. Получается, когда ветер, вот такая пыль стоит, и эти мешочки все валяются, все летает по всему этому кирпичному заводу. Дышать здесь нечем. Это ужас какой-то просто. И собаки этот мусор таскают. У нас нету столбов освещения. Дети зимой, когда идут со школы, у нас темень ужасная. Детской площадки у нас нету. Детям играть даже негде. Вот просто нету ничего, никаких, ни качель, ничего. Обращались и в городской Акимат, жаловались. Ну, как видите, это все бесполезно. 7 апреля сильный ветер, упал столб возле дома. И висит он до сих пор на проводах. Соседи собрали, подтолкнули и подпорку поставили. Он до сих пор. Мы с 7 числа на Ротан обращались, городской Акимат, ЖКХ и Горсет. Горсет 5-6 раз приехали, подтвердили, сняли видео, то есть фото сняли. ЖКХ приехали, сняли. До сих пор нулевое. Говорит, заменим. До сих пор уже полтора, два, три месяца уже прошло почти. В текущем году ремонту дорог уделяется особое внимание. Это заметно по городу Кукшетау, вдоль Красноярской трассы и в самом поселке. В отделе ЖКХ отмечают, что не без внимания останутся и окраины. Так, в поселке Застанционный произведено строительство и ремонт дорожного полотна. Общая протяженность 2 километра. В микрорайоне Кулагер порядка 3 километров. Юрий Шедловский, руководитель городского отдела ЖКХ, обещает, дойдут и до Кирпичного. Сами видите, по городу большая часть окраин у нас остались не охвачены ни текущим ремонтом, ни твердым покрытием дорожной одежды. Поэтому в настоящее время мы принимаем меры. По этой дороге проведем гидрирование, проведем ямочный текущий ремонт естественным щебнем. Посмотрим, где что улучшим качество ее в этом текущем году. Что касается наличия мусора твердобытового, несовременности вывоза. Вывоз твердобытовых отходов передан в конкурентную среду. На основании частно-публичных договоров проводят обслуживающие компании вывоз мусора. Ну, по этому району города хотелось бы отметить большую задолженность населения. Хотелось бы самих жильцов обратить внимание на то, что посмотреть свои квитанции, оплатить долги. То есть от своевременности оплаты будет зависеть и качество оказываемых услуг этой организации. Относительно столба рядом с домом Наймана Шакирова в отделе ЖКХ ответили, что соответствующие работы обязательно будут проведены. Хотя, и как говорит Юрий Шидловский, линия бесхозная. Синеку Жасарова, Эрмек Махметов, Павел Соловьев, Абайтулеген, Кокшия Ақпарат.